Бухара, второй город после Иерусалима. Вот что написал Раф Хиския-Рабин 1872-1945 годы, служивший главным раввином и главой раввинских судов Узбекистана в предисловии к своей книге «Атерет Хиския». Известно всем мудрецам и раввинам четырех земель Иерусалима, Хеврона, Цфата и Твери, что представители нашей бухарской общины известны своей готовностью к благотворительности и милосердным делам, идет ли речь о физической помощи или о денежной. Особенно щедро они раздавали пожертвования, пребывая на праздники в Иерусалим, тем самым бесконечно радуя мудрецов и раввинов Святой Земли. Все это, не считая их ежегодной финансовой помощи, которую они посылали в различные учреждения, в больницу Мизгав-Ледах, в дом престарелых, дом сирот, общество слепых, в Талмуд-Тору, религиозную школу для мальчиков и Ишиву-Оэль-Муэд в Бейт-Эле в Старом Городе, а также мудрецам Кабалы в Бухарском районе, и мудрецам Запада, и мудрецам Йемена и так далее. И все это помимо зароков и обещанных пожертвований в Совет Четырех Святых Земель. И когда к нам собирались мудрецы, которые были посланниками мудрецов Израиля, собирающими средства для Святой Земли, мы прежде всего высылали им именные паспорта с печатью из Бухары на имя мудреца-посланника, чтобы они приезжали и уезжали с миром. А как мы их уважали? Как раб уважает своего хозяина, и по своим заслугам, и в заслугу тех, кто их послал. А затем мы наполняли их мешки серебром и золотом, и дорогими одеждами, все в полной мере, и провожали их с величайшими почестями. А тем мудрецам Четырех Святых Земель, которые самостоятельно приезжали в Узбекистан на постоянное жительство, мы собирали большие суммы в каждом городе и просили пожить вначале какое-то время в Бухаре. Им предоставляли работу Меламедов, Шохетов, Хазанов или Муэлей. Сноска. Первое. Меламед, учитель Торы. Второе. Шохет, резник в иудейской общине, человек, занимающийся убоем скота и ритуальной обработкой мяса, шхита. Третье. Хазан, человек, ведущий общественную молитву. Четвертое. Муэль, тот, кто совершает обряд обрезания. Чтобы они могли ежемесячно с почетом получать приличную зарплату, соответствующую их духовному уровню и величию, и устраивали их на постой в богатые местные семьи, где они могли бесплатно есть, пить и спать все то время, пока они находились в Бухаре, поскольку гостиниц в Бухаре не было. И в этих богатых домах им оказывали царские почести. Большинство посланников, слава Богу, еще живы, чтобы Бог продлил их дни. Амэн. Они засвидетельствуют вышесказанное, и вот их имена. Хахам Моше Адес, Хахам Давид Коэн, Хахам Йосеф Пинто, Хахам Рифаэль Охана, главный раввин Израиля Раф Яаков Меир, Раф Гаон Залман Кук и многие-многие другие. И это было очевидным и само собой разумеющимся. А потом мы посылали их по городам или селам в качестве шухетов, хазанов, моэли и меламидов и вручали им достойные рекомендательные письма с моей печатью, чтобы люди давали им солидные пожертвования. И я посылал телеграммы, что в такой-то день к вам приедет такой-то мудрец, чтобы организовали ему торжественную встречу при участии мудрецов и богачей города. И не то, чтобы у нас не хватало шухетов или меламидов. Напротив, позволю себе похвалиться и заявить, что бухарские шухеты были еще большими специалистами и профессионалами. Поскольку мы в Бухаре не давали смеху удостоверения шухету, собирающемуся изучать соответствующие законы, пока он два-три раза не пройдет книги «Семля Хадаша» и «Твуот Шор», и все законы не будут у него постоянно на языке, на уме и в сердце. Но нами двигало желание помочь мудрецам Святой Земли, чем только можно, и мы их также обучали по книге «Семля Хадаша» и посылали их на определенное время на скотобойню местных шухетов, чтобы те обучали их шхете и проверке легких, и заточке ножей, и тому подобное. И когда эти мудрецы возвращались в Святую Землю, они заявляли во всеуслышание, что Бухара – второй город после Иерусалима, и по силе истинной богобоязненности, и по скромности одеяния, и по изучению Торы, и по великой щедрости. Кроме того, как известно, голос Бухары учитывается при выборе Хахам-Баши Ришон-Лицеон, главного сефардского раввина. Из Бухары посылали в столицу Турции, Константинополь, свою кандидатуру «Мудреца» на пост Хахам-Баши Ришон-Лицеон, и там ее утверждали. «Слава Всевышнему, что эти заслуги и заповеди были мне учтены, когда я спасся от рук злодейского правительства, которое уже несколько раз сажало меня в тюрьму, каждый раз на 3-4 месяца». Сноска. Бухарские евреи постоянно подвергались при советской власти различным репрессиям. Их грабили, сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь и прочее. И только чудом я от них спасся, сбежав ночью, перешел границу и пешком добрался до Афганистана, оттуда в Персию, затем в землю Израиля через Багдад и Бейрут. Мы прибыли в Рошпину, а оттуда в Иерусалим. Я ежедневно благодарю и прославляю Всевышнего Творца за то, что удостоил меня и всех моих домочадцев и всю нашу семью оказаться в святом и возвышенном городе Иерусалиме, да будет он отстроен поскорее и в наши дни. Амин. И здесь заниматься постоянным изучением Торы и служением Творцу. Меня огорчает, что нет среди нашей общины в Израиле женатых мужчин, изучающих Тору в Ешивах, становящихся раввинами или еврейскими судьями. И все из-за тяжелого материального положения, ибо нет для них никакой поддержки и помощи от богатеев общины или от Совета общины. А если нет муки, то нет Торы. Поэтому я мог бы сказать, что, не дай Бог, через лет десять не останется мудрецов Торы из нашей общины. И потому я обратился с просьбой к Совету общины, чтобы уделили этому внимание и основали какую-нибудь Ешиву, или чтобы оказывали ежемесячную поддержку и помощь ученикам, чтобы те могли учиться в существующих Ешивах. И потому я не собираюсь молчать и не успокоюсь, пока не реализую то, что узнал, что есть завещание покойного Рава Шлома Мусаева, да будет память его благословенно, завещавшего несколько комнат и несколько магазинов для этой цели, чтобы все доходы от них предназначались только для содержания Ешивы, в которой бы учились женатые мудрецы Торы. И вот уже много лет это завещание не было реализовано, и никакая Ешива не была открыта, а доходы от магазинов и комнат вот уже несколько лет идут в Совет общины. А ведь это строжайше запрещено. Доходы, предназначенные для Ешивы, должны, как известно, поступать исключительно для Ешивы. Это свято. И вот, слава Богу, после многочисленных усилий и хлопот и приключений, я удостоился реализовать свою идею и открыть Ешиву, который назвал Ешиват Шем, по инициалам Шлома Мусаева. Я также посоветовал некоторым богачам общины и некоторым бездетным организовать пожертвования и создать специальный фонд для общины Ешивы. Но они пренебрегли моими словами и не сделали этого. Счастлив то, чьи слова доходят до внимательного слуха и сердца. И царь Давид сказал в Таилим, и оставят другим свое богатство, и наживутся чужие на их трудах. Так и было. Я видел, что это именно то, что с ними произошло. А Ешива, слава Богу, разрослась. В ней учатся женатые члены общины. Я надеюсь, с Божьей помощью, что это будет продолжаться и что отсюда выйдут раввины нашей общины.